Доброе утро, что задает вопрос? Вашу фразу, я призываю, не воевать с памятниками. То есть, возможно ли, если памятник будет восстановлен, постановка на этом же месте, или все-таки будет готов пантеон для памятников Советской Федерации? Я вам много вопросов задала. Вы знаете мою позицию по отношению к памятникам. Даже в том числе, когда был демонтирован, я подчеркиваю, демонтирован памятник, как у нас его называли, если трое вышло из ломбарда и несут холодильника, на самом деле это был памятник советской власти, то на сегодняшний день у нас готов проект монтажа этого монумента. У нас есть место. То есть, мы последовательно претворяем в жизни те свои позиции, которые заявляли. То, что касается памятника Ленина, я думаю, вы все помните, я сказал, что я там и руки, и ноги поломаю, но в связи с моим положением сегодняшним, я очень сожалею, что я вчера не смог быть среди людей и защитить, остановить этот беспредел, который, я подчеркиваю, лежит этот беспредел на совести. Памятник Губернатора Харьковской области Балуты, Богословская Инна Германовна, которая бегала там, орала, что ура, 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 ура. Какие могут быть у губернатора полномочия этот памятник, который стоит на балансе у Харькова Зеленстроя, то есть директора этого предприятия Блут Николай Ильич. У него на балансе этот памятник числится. Мы выделяем деньги на содержание этого памятника. Какие могут быть распоряжения губернатора не в границах полномочий. Кто-то ему это подсказал, я не знаю. Могу только одно единственное сказать. Мы готовим заявление в органы правоохранительные и прокуратуры о том, чтобы те, кто сегодня уже по факту будет выявлен как нарушитель закона, пусть ответят по закону. Потому что так не может быть. В центре европейского города, как мы это говорим, ломают памятник, милиция стоит вообще ноль реагирования. Такое впечатление, что мимо не ходят такие девочки и заманивают их куда-то. Я вам могу сказать одно, что вот как только началась эта вся байда, я могу вам сказать, что я звонил и Дмитриеву, я звонил и Балуте и так далее, и так далее. Как вы думаете, труп кто-то брал? Им это не интересно. Поэтому они знали и делали свое дело. Очень жаль, что так все произошло. Но я обещаю одно единственное, что те усилия, которые были со стороны людей, чтобы защитить этот памятник еще раньше. И с учетом того, что все-таки этот памятник был заложен на 300-летие Харькова, установлено. Я думаю, что моя задача, как городского головы, восстановить историческую память, а также восстановить архитектурный облик города Харькова. Соответственно, потому что этот монумент, он входил в архитектурный облик площади Свободы. То есть вы восстановите его на площади Свободы на этом же постаменте? Будем смотреть, потому что там же вчера еще перфоратором средь бела дня писали, что они считали необходимым. Понимаете? И люди не могут понять этого. Я уверен, что те люди, которые там собираются сейчас возле падения монумента, я думаю, что они разберутся, конечно, кто прав и виноват. Но желание у них полюбить милицию или еще кого-то, я думаю, не будет очень сильно. А где конкретно сейчас эта память? Белого везения? Значит, часть фрагментов была найдена на обл. Автодоре, насколько мне известно. А часть на заводе Малышева. И сейчас еще почетный гражданин Харькова, Ридный, Скульптор, сопровождение людей из департамента коммунального, значит, сейчас занимается оценкой всех повреждений и можно ли эти повреждения восстановить. Если не получится, значит, восстановить, значит, будем делать с нуля. Назовите его скульптором. Ридный Александр. А, понятно. Есть еще вопросы. Геннадий Торпич, короткое уточнение. Вы сказали уже о том, что повреждения пока что устанавливаются. Кто увозил с площади этот памятник? Часть была, сказали, найдена в одном месте, часть в другом. Это не коммунальный службовый увозил? Нет. Наши службы ни одна не имеют к этому отношения. Почему? Потому что, если, допустим, это халтура, ну, к примеру, да, водитель работает в коммунальном предприятии на автомобиле и где-то там подзаработал. А мы, допустим, говорим, что мы все знаем, где он бывает. Я вам не могу сказать, кто и как, но к этому отношения коммунальные службы не имеют. Геннадий Торпич, в прошлый раз, когда была попытка снести памятник, да, люди вышли на защиту, этот порыв удалось конвертировать в некое протестное движение. Вот как вы сейчас оцениваете риски? Я думаю, что такая позиция, как есть сегодня у таких, как наш губернатор, людей, я думаю, конечно, что тогда такие действия, которые были вчера, они были направлены наоборот не на мир, а на разжигание конфликта. Потому что все мы знаем, что когда сходятся две стороны, у нас постоянно происходят случайности, которые потом считаются или в четвертой неотложной больнице, или в других больницах. Поэтому я думаю, что сегодня милиция должна показать свой профессионализм. Первое. Почему? Потому что площадь свободы, она в интернет-ресурсе, в онлайн. Любой может посмотреть и так далее, и так далее. Помимо этого, я помню, как милиция вычисляла, когда были захваты администрации областной, пусть выявит всех тех, кто взял ножовку в руки, кто взял веревку в руки, как это все происходило. Мы должны получить ответ. Потому что понимаете, что происходит? Вот смотрите, вы помните Рымарская-18? Все помните? Есть результат по Рымарской-18? Где два трупа, пять раненых, один из них милиционер. Результата нет. Правильно ли? Сейчас все нормально, все нормально. Возбудили дело уголовное, закрыли дело уголовное. Баллута написал распоряжение. Какое распоряжение, я не могу этого понять. Спасибо большое. А, еще? А, по каналу Украины, Геннадий Дорфич, как Вы считаете, кому выгодно такое распоряжение ситуации? Я думаю, что это выгодно в первую очередь тем, кто устроил всю эту игру цирковую. Почему? Потому что если они управляют этими людьми, они управляют этими людьми, потому что большинство было приезжих. Большинство было приезжих по той информации, которую я имею. И поэтому я думаю, что те, кто, знаете, смело начал это делать, потому что мы четко понимаем, что, допустим, задуматься над тем, чтобы убрать монумент Ленина, надо тоже иметь, в общем случае, и смелость и так далее. Поэтому здесь идет такая игра, понимаете, на грани уже фола. Потому что каждый же хочет показать свою значимость в урегулировании тех или иных вещей. Поэтому я Вам просто даю спокойный ответ. Я Вам обещаю, всем и харьковчанам обещаю, что этот памятник будет стоять. Все. Ленин. Два последних вопроса, пожалуйста. Наташа Белокудра, потом Наталья Мажора. Вы не знаете, те остатки монумента, они там охраняются? Золотчане не разберут? Охрана есть? Охрана. Остатки монумента охраняются как-то? Вы знаете, я не могу Вам ничего сейчас сказать. Я думаю, что сейчас еще дневное время суток. И я думаю, что если там появится кто-то дежурный, если медиций обеспечит дежурство, то мы узнаем. Но я сейчас дам поручение, чтобы узнать. Последний вопрос. Анатолий Мажора, Радио Свободы, Ренадий Дольфович, а что за метро? Все нормально? С лепадением? Значит, я сейчас ничего Вам не отвечу. Потом они реагируют, то не реагируют, то не реагируют. Делают, что хочу. А там пускай тебя ищут. Я могу Вам одно сказать. Поверьте мне, что все это закончится 26 октября. Вот такая икория. Спасибо большое. Спасибо.